К сожалению, два разных тайма. Первый тайм, как бы, мы вроде так и хотим играть, а второй, как получается, как, к сожалению, после пропущенных голов. В каком-то дисбалансе психологическом. Ну, естественно, и, о чем я говорил раньше, что не одинаковое состояние игроков, что от себя может быть и усиление атакующих возможностей. Но здесь больше, я считаю, психологией. Психология, к сожалению, у нас была и в прошлом году. Мы проседали после голов, и сейчас, к сожалению. Ну, а противник кураж поймал, и отсюда в войне сложнее. Мы будем переломить второй тайм, но все решится в Бресте, поэтому есть неделя подготовки, и будем серьезно готовиться к этому. Дмитрий Семенович, спортивных нормах. Выход Ташвицова сегодня, это как, он планировался, либо что-то наслаждало там, вдруг? Ну, вдруг так получилось, да, что нам нужен был более быстрый центр. На нем не смог, а против увидения быстрых нападающих, он не был, чтобы не уступить скорости, в том, чтобы иногда мы уступали. Это, в общем, Соб отсюда и, к сожалению, он с нами не таялся, потому что есть проблемы, кажется, у нас. С оформлением здесь. Паспорта забирают, чеки на полу месяца. Куда сперва я кишу? Пробедились, пожалуйста, в выборах сперва. А что тут карантируем? В прошлом году выбрали в три, в четыре. С учетом... Ну, понимаете, я не могу рассказать вам, почему мы выбрали. Я и сталкиваюсь от того, как играл противник. Варианты их атакующих действий, где могут быть уязвимые места. Понимаете, если я все сейчас расскажу, так другие будут знать, что мы против кого планируем. Понимаете? Ну, выбор сделал я, потому что есть скорость, есть зоны, куда могут врываться другие игроки. Поэтому и перекрытие этих зон, и в первом тайме, я думаю, что мы очень хорошо все это делали. А вот когда немножко в голове другое начинается, то идет... Хотя я думаю, что ребята понимают, что все равно нужно делать лень. Выходите, ребята, в грязи, поэтому... Готовиться будете делать.